наконец-то появилась возможность снимать на большой площадке полноценной канадской ну и всем привет дорогие друзья с вами как всегда илья винокуров вы на канале и в хоккей и сегодня я проведу вам тренировку на укрепление голеностопа ну а вы не забудьте подписаться на канал и поставить большой палец вверх этому видео и как вы знаете если вы делаете это во время просмотра это очень сильно продвигает канал в алгоритмах ютуба нас уже 30 тысяч это огромная цифра за которую хочу сказать большое спасибо и переходите по ссылке в описании на другие социальные сети там и telegram и instagram и бусти а на платформе бусти вы сможете найти полные программы тренировок с количеством подходов и повторений из видео с упражнениями а также разные хоккейные секреты и фишки от меня которых нет в общем доступе а также в описании есть ссылка на мой сайт где вы можете записаться на тренировку ко мне ну и возвращаясь к теме ролика как вы знаете начинаем и всегда зала поэтому перемещаемся на уфп погнали ну и вот мы как всегда в зале сейчас я вам покажу небольшую серию упражнений на голеностоп которую нужно зациклить в два или в три круга и соответственно таким образом мы растягиваем тренировку это на самом деле избыток эти же упражнения можно делать и без инвентаря и самое простое с чего можно начать это стойка на одной ноге но стойка на одной ноге выполняется не просто как бы встали и стоим да он сел азамат и стоит о посмотри самолета также как и муха села и стоит необходимо перевести ногу на внешнее ребро и поджали пальцы как бы как будто схватили что-то ногой согнули немного коленку и в этой стойке руки можно по координации просто стоим прошло где-то 10-15 секунд и я уже чувствую то что мне становится тяжелее тяжелее так голеностоп это связки их можно и нужно тренировать постоянно то же самое мы делаем с подушечкой нарисовали так называемый полукруг даже изнутри и вот здесь уже работа немножко потяжелее становится и важно второй ногой полу не касаться ну из боссу соответственно выполняется все точно также встаем на серединку также делаем небольшое скругление в ноге и держимся одну ногу уничтожили встаем на другую тяжело переходим ко второму упражнению то же самое встаем только на две ноги ставим их параллельно друг другу в таком же стиле и садимся в так называемый стульчик это статические упражнения которые необходимо выполнять хоккеистом постоянно чтобы голеностоп был всегда в тонусе следующее упражнение ставим ноги в небольшой кораблик также переходим на внешние и работаем только по внешним ребрам поднимаемся на носки опускаемся на пятки поднимаем носки и в таком ключе работаем по внешним ребрам следующее упражнение нам потребуется теннисный мячик встаем на подушку статику и задача этот шарик короткими движениями носочком другой ноги провести полностью по кругу ну и соответственно не упасть с одной стороны с другой стороны также кружок сделали аккуратными тонкими движениями и ребят если у вас жесткий прям пол можно взять вот такой коврик мягкий и на нем будет гораздо приятнее заниматься теперь следующее упражнение мы ставим подушечку коврику с одной стороны ну и для второй ноги с другой стороны встаем так чтобы верхняя грань подушки смотрела ровно посередине в ногу встаем на внешнее ребро медленно опускаемся до подушки пока мы ее не коснулись коснулись встали обратно ногу вывели с координации заднюю ногу полностью выпрямили ни в коем случае здесь нельзя вот так вот падать если вам это делать тяжело можете положить две подушки друг на друга сверху ну и это будет уже немножко полегче помимо того что у вас работает разгибатель у вас еще включается очень сильный голеностоп за счет того что он стоит на мягкой поверхности и стоит на внешнем ребре ну вот такая небольшая серия упражнений которые выполняются в два либо в три круга лучше конечно в три заметьте мы делаем все упражнения без отягощения собственным весом и это вполне себе приемлемо понятное дело что если вы какой-то супер мастер бодибилдер пауэрлифтер у всех этот порог разный поэтому подстраивайте под себя и тогда ваш голеностоп будет всегда в тонусе а мы перемещаемся обратно на лед оператор ко мне идет и мы снова вернулись на лед и сейчас я покажу вам на льду несколько упражнений тренировать голеностоп можно разными способами лично я считаю то что тренировать голеностоп нужно именно в зале а на льду уже нужно учиться кататься но есть разные поверья есть такое мнение то что во время тренировки можно развязать 1 2 люверса ну соответственно чтобы больше напрягался больше загружался но ребят не забывайте что это только для тренировки и для тренировки без силовой борьбы если вы в игре развяжите 2 люверса вы можете получить легко травму вся кровь из тебя вытечет за четыре минуты я это видел я это делал тебе это не надо возможно это имеет место быть как говорится сколько тренеров столько и мнений но я это не практикую для вас у меня есть несколько интересных упражнений которые вы сможете использовать самостоятельно погнали как я уже сказал тренировать голеностоп можно разными способами и это один из способов сегодня упражнение будет 5-6 примерно на 45 минут если вы будете их делать качественно это вас очень сильно прокачает и начнем мы как обычно с наших любимых фонариков но здесь есть один нюанс вам необходимо переходить с внешнего ребра на внутреннее постоянно и за счет этого перехода у вас и тренируется голеностоп держим спину прямо за счет прямых рук перед собой разводим ноги и сводим их на внешние ребра работают только ноги ну и если вы развяжете свои коньки вам будет это делать естественно сложнее дальше мы делаем то же самое только с полу фонариками и точно также можно включить руки по координации раз-два раз-два видно я подвожу ногу и внешне подставляю сразу внешне то же самое упражнение можно делать по кругу вбрасывания и здесь уже тренируется и внутренняя кругу нога тем самым то что вы ее выставляете на внешнее ребро и соответственно вот в такой стойке долго простоять как бы ну тяжеловато согласитесь одна нога на внешнем ребре постоянно вторая нога работает в одной посадочке то же самое делается и спиной вперед также внешнее ребро вторая нога работает вот у меня сейчас галик просто воет следующее базовое упражнение тоже такое она из разминочных прокат по прямой на одной ноге и наклоняете голеностоп в одну и в другую сторону вы просто наклоняете голеностоп раз в одну раз в другую никакого давления если хотите набрать скорость соответственно уже небольшое давление идет можно опустить второй носок на лед чтобы немножко снизить нагрузку с колена есть еще вот такие упражнения шведские вот эта небольшая серия базовых упражнений должна занять у вас минут двадцать-тридцать от основной тренировки и дальше можете перейти уже соответственно к ребрам лезвий который мы прямо сейчас и переместимся поговорим немного о том для чего нужен вообще сильный голеностоп первую очередь он нужен чтобы у вас или у ваших детей не было вот вот таких иксов ну соответственно сильный голеностоп выправляет ноги еще для чего нужен сильный голеностоп и для того чтобы проходить виражи на внешнем ребре то есть на внутренней ноге если у вас будет слабый голеностоп соответственно виражи будут выглядеть примерно вот так. А нам нужно садиться именно на ближнюю. Если она у меня будет слабая, если голеностоп будет слабый, нога будет подламываться и уезжать под вас. И следующее упражнение, которое мы разберем, это прокаты на внешнем ребре. Тяжело, неприятно. Здесь нужно разворачивать плечи и терпеть. Самое главное, дотерпеть, пока не закончится круг. Между конусами вы можете делать скрестные шаги. Соответственно, выглядит это вот таким образом. Вот у вас идет прокат, полностью круг сделали, оттолкнулись, оттолкнулись, сразу во внешнее ворвались. Раз, два, и в другую сторону то же самое. Далее делаем то же самое спиной вперед. Это несколько сложнее, держать галик таким образом. на внешнем ребре. Делаем скрест, второй шаг, на третий садимся на внешнее. Раз, два, три. Следующее упражнение будет переходы лицом к конусу, также с внешнего на внутреннее. Раз, два, раз, два, три. Вошли в поворот, перекрутились. Такую петельку по фигурному, да? С внешнего на внутреннее. Мы это берем как в одно упражнение. То же самое, только теперь с внутреннего на внешнее. Это несколько сложнее, ребят. Мы сначала прокатываем на внутреннем ребре, переходим на внешнее. Подержались, сделали скрест. Чуть скорости побольше на раз. Вот такая у нас получилась тренировка. А я поздравляю вас с новым 2024 годом. Желаю вам в новом году, чтобы все у вас получалось, все ваши начинания. Ваш скилл хоккейный роз вместе с нашим каналом. И самое главное здоровье, а остальное все будет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Ребят, мы постоянно говорим спасибо Арене Морозову, что предоставляют нам классный лед для съемок. И теперь у нас появился еще и Ледовый дворец чемпион, про который я хочу вам коротко рассказать. Открылся он недавно. Кстати, он рядом с Морозово. Как бы эти катки тесно связаны между собой, поэтому мы будем теперь то там, то тут. И начнем мы с самого главного. Это парковки. Собственно говоря, вот такая вот небольшая парковка. И вмещается сюда 50-60 машин. Малдежь, слышишь, полный. Вот нас встречает новогоднее настроение, собственно говоря. С правой стороны, да, у нас находится магазин хоккейной экипировки. Тут же можно потащить коньки. Раздевалочку откроем. Их всего у нас в Ледовом дворце 6. В общем, такая просторная, огромная раздевалка. Вот так выглядит душевая. И здесь, ребят, находится что? Правильно, сауна. Таких саун в чемпионе 2. То есть всего 6 раздевалок. В двух из них находится сауна. И вот первый зал. Он же тренажерный для УФП. Сегодня мы его еще посмотрим. Ну и теперь бонус для родителей. Вам очень понравится. Вот такой вид у нас открывается из кафе. Собственно говоря, на тренировочный процесс, да. И если вы заходите попить кофе или перекусить, вы можете это сделать вот тут. Вот такие у нас две площадки. Одна поменьше чуть, одна чуть побольше. Ну и святая всех фигуристов, зал хореографии. Ну и, собственно говоря, такой тут вайп, да. Прикольно играет музыка. Здесь у нас небольшое поле 15 на 30. Такая чисто подкаточная. Ну или 3 на 3, да. Я на нем уже откатал пару тренировок. Ну, понятное дело, ледовый новый, да. Все чисто, аккуратно. Стандартная канадская площадка. Поэтому, если захотите арендовать здесь площадку, можете спуститься в описании. Я вам оставлю все ссылки, чтобы вы это сделали легко и спокойно. Я вам посмотрел на parlar кино. اي! Пока! Пока! Пока-нобы spring golden cont available! Пока! Пока-нобыkk inject access! Субтитры сделал DimaTorzok